11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Дарита Пузлеева и Анна Лукшина. Всем добрый день. Мы работаем 2 часа, как обычно, 2 часа в прямом эфире. Номер для ваших сообщений 8909-720-101. Это сообщение СМС, Ватсап, Вайбер, либо телефон 211-101, номер нашего прямого эфира для ваших реплик и вопросов нашим гостям. Темы у нас сегодня две. Во втором часе будем говорить о солидарности бизнеса общественных активистов в борьбе с коронавирусом. Это после 12 часов. Но сейчас будем говорить о прямых выборах мэра города с нашими гостями Алексей Мальцев, председатель Совета Кировского регионального отделения партии «Справедливая Россия». Добрый день. Добрый день. И Альберт Бекалюк, депутат Кировской городской думы. Здравствуйте. Добрый день всем. Да. Альберт Александрович, немножко, может быть, поближе к себе микрофончик. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот. «Справедливая Россия» на этой неделе Кировское регионального отделения внесла в городскую думу, не знаю, насколько корректно это звучит, законопроект о прямых выборах мэра. Тут надо пояснить. Мы сейчас привыкли к тому, что мэром обычно в Кирове называют главу города. Глава города – это председатель Кировской городской думы Елена Васильевна Ковалева. В вашем законопроекте словом «мэр» обозначается тот человек, который исполняет функции главы администрации ныне у нас. Все верно или нет? Да. Да. Главы администрации и одновременно главы города, если наш законопроект будет принят. То есть он не является председателем думы? Председатель думы по-прежнему будет избираться из числа депутатов и будет возглавлять думу. Вот. Это важное такое точное. Ну, утратит статус главы города. Да. А значит, на этой неделе, в понедельник был внесен законопроект в Кирове? Нет. Он был внесен в пятницу, если мне не изменяется. На прошлой неделе. На прошлой неделе. И на Совете Думы принято решение не выносить этот законопроект на обсуждение на Думу 2 декабря, а создать рабочую группу по доработке законопроекта. Если честно, то ссылаются на юридическое заключение правового управления городской администрацией. Мы его пока не видели, только можем обсуждать... Городской думы. Городской думы, да. Извиняюсь. Я вот, и же коллеги пишут, что в ходе правовой и антикоррупционной экспертизы установлены противоречия между законопроектом и законом области, в который предлагается внести изменения. Также отмечена неопределенность некоторых предлагаемых им норм. Ну, смотрите, если будет какая-то задача не рассмотреть, не допустить, то найти формулировки, почему это не надо делать, всегда можно. У нас очень такое обширное и богатое законодательство. По слухам, опять же, да, вот мы сейчас обсуждаем, у нас нет документа вот этого вот правового заключения. Не получили вы его? Не получили. Никому оно не было представлено. Никому не было. Я вот буквально пять минут назад звонил заместителю главы города, нашему депутату Александру Острикову, у него тоже нет. Вот, только показали на совете думы и, собственно, сказали, что вот оно есть, на основании этого давайте будем создавать рабочую группу. В региональном законе есть норма, по которой города с численностью населения свыше 50 тысяч человек избираются, ну, как бы формируются органы власти таким-то образом, ниже 50 другим образом. Мы предлагаем в нашем законопроекте внести специальную норму для города Кирова, то есть в городе Кирове отдельно прописать. В городе Кирове глава города избирается на прямых выборах и возглавляет местную администрацию. Возможно, опять же, по слухам, что вот эта норма, как посчитали правовое управление администрации, оно противоречит вот этой норме о 50 тысячах. Но ведь можно внести изменения и в региональный законопроект. Это в региональный закон вносится изменения, да. Но дело в том, что точно такая же норма, специальная норма в этом же законе есть для Азата Первомайского. То есть с точки зрения юридической никаких препятствий нет. По поводу коррупционной составляющей, ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. Альберт Александрович, наверное, с этим сталкивался. Ну, насколько я понимаю, с антикоррупционной составляющей не первый раз сталкивается. Ну, у меня она постоянно присутствует во всех моих инициативах нормативных. Я уже даже не удивляюсь этому, что определенные деятели нашей городской думы их находят. Вы помните, в прошлый раз, когда я предлагал тайные выборы нашего главы администрации и альтернативу не менее одного кандидата. В этом тоже была коррупционная составляющая с моей стороны. Ну, и сейчас нисколько не удивлюсь. Их же задача заволокитить все. Даже желания создать рабочую группу не было. Это уже наши депутаты настояли на этом. Вот у меня вопрос. Все-таки создание рабочей группы, мы вчера, когда увидели эту новость, у нас было ощущение, что это в некотором смысле, ну, как бы шаг навстречу, что называется. Компромисс. Компромисс какой-то, да? Это хороший показатель, хороший знак создания рабочей группы? Готовность к диалогу? Неплохой, да. То есть этот вопрос можно обсуждать, если со стороны руководства города, со стороны, может быть, руководства области есть какие-то предложения, их, конечно же, надо обсуждать. Но в моем понимании законопроект, он готовый и законченный. Он выверенный с юридической точки зрения. И с юридической стороны, ну, мы получим еще это заключение, посмотрим более подробно, препятствий никаких нет. То есть полный комплект документов внесен, его можно было рассматривать 2-го числа, направлять в законодательное собрание, но вот рабочая группа в итоге. То есть создание рабочей группы вы расцениваете скорее как минус, если сравнивать с внесением, да, на ближайшее обсуждение? Ну, у нас этого в планах не было. Понятно. То есть вы предполагали, что сразу можно? Да, мы предполагали, что будет рассмотрено, направлено в законодательное собрание и принято решение. Потому что, ну, такой вопрос для меня, он очевидный. Так, а инициатива по созданию рабочей группы кому принадлежит? Это на Совете Думы большинством голосов. Депутатам, да. Нашим депутатам, потому что некоторые функционеры аппарата Думы, они как раз хотели, еще раз повторю, не рассматривать, не изучать, не представлять, не обсуждать. Все, это была единственная там цель. А предложил-то кто создать рабочую группу? Ну, мы не присутствовали на Совете Думы, да. То есть Совет Думы, это было общее консолидированное решение. Сам вот этот документ, впервые вообще подобный законопроект разрабатывается? Или есть какой-то опыт, на который можно опереться? Ну, в Кировской области я такого не помню, чтобы кто-то разрабатывал подобного рода законопроект и вносил его. А на другие регионы смотрели? Да, конечно, в других регионах очень широко обсуждается этот вопрос. В частности, вот в Екатеринбурге хотят вернуть прямые выборы мэра. Есть данные социологических исследований, которые говорят о том, что жители тех городов, где запускается такая, поднимается такой вопрос, они в основном поддерживают эту историю. По поводу законопроекта, нет, мы не смотрели на опыт других городов, потому что у нас уникально, ну, у каждого региона законодательство свое, то есть мы смотрели наш региональный закон и смотрели, каким образом это можно отрегулировать. Да, Альберт Александрович, вы, наверное, можете сказать, как это все происходило в свое время в обратную сторону, да? То есть у нас Василий Алексеевич Киселев в свое время, который до Владимира Быкова возглавлял городскую администрацию, избирали его как раз на прямых выборах. Да, мы меняли устав. И вы меняли устав, да. В 2005 году. Почему? Тогда вступил в силу 131 федеральный закон о местном самоправлении, и там были три способа избрания главы администрации. И большинством, так сказать, наших коллег был одоблен именно тот вариант, что глава администрации будет назначаться. По конкурсу. Да. Расчет был на что? Что все-таки в качестве главы администрации будут наниматься профессионалы. Профессионалы. Как управленец именно администрации, исполнительно-распределительным органом нашего города. А то, что депутаты выбирали бы главу города, из чего мы опять же исходили? Повысить статус депутата. То есть наше население, когда идет на выборы, голосуя за возможного кандидата, депутаты, да, могла бы видеть в нем будущего главу города. Чтобы повысить еще раз статус, доверие, надежду на этого избираемого человека. Вот это те основные причины, на которые мы исходили. Что получилось, мы видим. Сейчас начали назначаться наши все главы администрации не по принципу своей профессиональности, умения, знания, опыта, а по принципу дружбы, родства и так далее. Ну, лояльности. Лояльности, да, назовем это так. Ну, смотрите, получается, вот за эти 15 лет сама система показала свою несостоятельность или проблема только в конкретных людях, которые, используя какие-то там панибратские отношения, назначаются? Ну, вообще, когда это вводилась система, были такие разговоры о том, что сити-менеджеры, они будут профессионалами, будут хозяйственниками, будут назначаться и будут профессионально исполнять вот эти вот задачи, на которые они назначаются, собственно. Будет конкуренция городов за сити-менеджеров, будут где-то лучшие, худшие там и так далее, и так далее. Ну, на практике мы все с вами видим, что получилось. То есть, у нас ни один сити-менеджер в городе Кирове не проработал положенного срока пятилетнего. Пятилетнего. Контракт, да, извиняюсь, Алексей Перебер, контракт заключается на 5 лет на срок полномочий Думы. А то, что в течение вот срока полномочий, мы меняем, допустим, вот когда ушел от Санкушульгин и заключили контракт с Осипом, то он всего на 2 года. До окончания действия созвездного. И в этом определенная нестабильность. То есть, понимаете, даже сами кадры в администрации, потому что, когда приходит новый руководитель, всегда обычно там второй эшелон меняется, замов, как всегда. Определенная нестабильность в этом. Нет развития, нет позитива. Люди, приходящие руководители, они, так сказать, рассчитывают свою деятельность только на определенный короткий путь времени. Исполнить чье-то указание, приказ, и все. И даже желания общаться с людьми у них нет. Вот ведь что самое обидное. Так, давайте еще быстренько сейчас пробежимся по тому, что будет происходить с документом дальше, да, и уже будем так более структурно погружаться в то, что вы предлагаете, да. Вот сейчас создан Совет Думы, о, простите, создана рабочая группа Советом Думы, да, для проработки законопроекта. Значит, какой срок ей дан? Давайте я сначала поясню, почему все-таки городская дума, почему законопроект изменения в областной закон, да, почему в городскую думу. Потому что мы посчитали, что если партия Справедливая Россия, фракция Справедливая Россия внесет в законодательное собрание этот закон, ну, это будет очередной законопроект фракции Справедливая Россия, который будет отклонен большинством. А здесь изменения, они очень важны, и они касаются областного центра города. Поэтому наша задумка была в том, что было бы неплохо, если бы с такой инициативой вышла городская дума. То есть депутаты, избранные на этой территории, они выходят с инициативой в областное законодательное собрание. Логично, да. Попробуйте отказать, что называется. Да, да, да. И у городской думы есть такие полномочия, то есть они имеют права законодательной инициативы. Что дальше будет происходить? Вот вчера мы получили письмо о том, что распоряжением главы города создана рабочая группа. Депутатам предлагается до 1-го, 12-го заявить о своем участии в этой рабочей группе. А, то есть она еще, состав еще даже не сформирована. Да, да, да. То есть тут две недели, получается, сейчас люди будут предлагать себя. Ну вот от нас уже точно дали согласие, подтвердили. Это я буду, Альберт Александрович, Михаил Ковязин, Александр Востриков и Владимир Вениаминович Журавлев. Вот. Как это дальше будет происходить? Ну, я не знаю, как по срокам. Не могу спрогнозировать сейчас. То есть нет никаких регламентов, которые определяют, сколько может рассматриваться? Ну, у нас вообще в городской думе нет подобных регламентов. Даже регламентов. Как правило, как говорят. Как правило. Когда ставятся задачи с какими-то конкретными четкими параметрами по времени, параметрами по эффективности и так далее. Ну, вот рабочая группа создана, сейчас она будет работать. Так, ну ладно. Будем надеяться, что группа рабочая поработает быстро. И что будет потом? Ну, то есть рабочая группа должна вынести этот документ на пленарное заседание. Рабочая группа должна его доработать. Вынести на заседание городской думы. На заседании городской думы он должен быть либо одобрен, либо отклонен. Если он одобряется, то определяется докладчик и идет в Заксобрание. И там уже депутаты рассматривают принять, не принять изменения в законопроекте. Да, да. В закон области, да. Еще, Анна, я хотел бы подчеркнуть и добавить Алексея, что один из основных принципов, мы бы хотели уйти здесь от политизированности этого вопроса, от фракционности. Мы предлагаем всем фракциям подключиться к этому. Это ведь не только желание справедливой России или кого-то другого, да. Я считаю, что это желание всех наших жителей. Всех. Потому что нисколько не сомневаюсь, что жители не сделают ошибку в своем выборе. Не сделают. А как ли вообще с избирателями, возможно, на своих там участках как-то обсуждали эти вопросы? Люди как вообще настроены? Готовы идти на выборы? Потому что у нас традиционно на местных выборах явка... Очень маленькая, да. Ну, 20-30%. Ну, смотрите, очевидным образом нас поддерживает активная часть нашего общества. То есть вот это недавно созданные городские проекты в городе Кирове активным образом. Красивый Киров, насколько я знаю, Анатолий Курбатов. Знаю позицию Антона Касанова. Ну, вот городские активисты, да. Да. Городские активисты, да. Но мы все-таки говорим о большей массе там избирателей, да. Ну, смотрите, это же вопрос такой вот. Выборы сами по себе... Те, которые кирпичи кидают, например, кидают. Нет, которые кирпичи кидают, это еще тоже активные жители. Больше-то на кухнях возмущаются. Да, выборы — это инструмент. Инструмент как раз способный заменить вот эти вот кирпичи в окна администрации. То есть у людей должна быть возможность высказать свою точку зрения. Кто ее хочет высказать, ну, это их вопрос, да. То есть хочешь ты высказать или не хочешь ты высказать эту точку зрения. Ну, возможность такая должна быть. Вот у нас про явку говорят обычно, но у нас за границу летает менее 30% населения страны. Это, мне кажется, вы еще много взяли. Да, но мы же не говорим о том, что это никому не надо и надо закрыть границы, правильно? То есть должен быть инструмент, должна быть возможность влиять на эти процессы, должна быть сопричастность. И у людей должно быть ощущение того, что они участвуют в этом процессе. Вовлечены. Вовлечены, что они не просто сторонние наблюдатели. Ведь кирпичи как раз кидают из-за того, что нет диалога. Власть сама по себе, люди сами по себе. Их проблемы никто не слышит, никто не собирается решать. Поэтому летят кирпичи. Так, а предварительные разговоры, переговоры с представителями иных политических сил объединений проведены уже или нет? То есть вы говорите, мы надеемся, что нас поддержат, что это внефракционная история, вне политическая? Нет, пока мы не проводили каких-то консультаций, но мы видим... Ну, отзывы-то какие-то получали? Ну, мы видим, что на радиостанции «Эхо Москвы» вот крутится ролик, что КПР всеми силами поддерживает подобные инициативы ЛДПР. Я думаю, что у них тоже вопросов, наверное, нужности, ненужности таких не возникнет. Но мы проведем обязательно пообщаемся. Есть «Единая Россия» еще. Подождите, была встреча на площадке городских активистов. А, да, меня не было. И там присутствовали представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и даже «Единой России». И все единогласно сказали, да, мы это поддерживаем, да, давайте это нужно делать. А какие-то уже получали, возможно, какой-то там бэк от коллег, да, то есть вот с учетом того, что произошло на Совете Думы и... Ну, то есть только ли это был вопрос в юридическом отделе, который там по каким-то причинам запорол, или, возможно, коллеги там тоже где-то кто-то воспротивился? Все, что у меня есть, какая информация, я пересказал, да, то есть еще раз, мы не присутствовали, вот это только со слов очевидцев. То есть пока мы можем только предполагать, это действительно намерение проработать как следует документом, да, и убрать оттуда все шероховатости, чтобы никто не придрался никогда, либо это такое, ну, что называется, ну, волокит. Растянуть настолько, чтобы уже все сдались. Чтобы это понять, нам надо посмотреть вот это вот обоснование, да, юридическое, насколько доводы там разумны и логичны. Так, хорошо. Мы остановились на моменте там подачи документов в законодательное собрание, если сложится, да, эта история. Дальше ЗАГС собрание будет решать, внести изменения в закон области, не внести. Если принимается решение внести, что будет происходить дальше? Какие сроки? По 131-му федеральному закону у нас органу местного самоуправления, в частности, вот Кировской городской думе, дается три месяца на внесение изменений в устав, и вся эта история вступает в силу после окончания полномочий нынешнего созыва Думы. А, то есть все-таки привязано, да, к действующему созыву? Конечно, конечно. Ну, 131-й федеральный закон не позволяет принять изменения в региональный закон, тут же, чтобы они сложили полномочия и новые выборы назначить. Понятно. Ну, может быть, это и хорошо. То есть, если это будет принято, то первые выборы будут происходить в сентябре 2022 года, со сроком окончания полномочий Кировской городской думы. У нас еще почти два года есть, получается, на то, чтобы все проработать, чтобы людей поискать, чтобы люди, которые хотели бы пойти, могли определиться с этим, да, и, может быть, начать уже работу какую-то предварительную. Ну, вот, кстати, да, вопрос того, когда нужно начинать работу, потому что вот буквально, когда обсуждали мы... Работа не должна заканчиваться. Ну, возможно, ведь для кого-то это будет первый опыт. Мы сейчас говорим о том, что вообще хотелось бы, чтобы эти выборы, если они будут, чтобы они были конкурентными. То есть, списочников и одномандатников, когда мы разговаривали о том, что компания выборная обходится недешево. Да. И вот начинать-то ее, когда, когда начинать вкладываться в свой политический потенциал? Человек уже должен начинать нарабатывать какую-то узнаваемость, еще что-то, то есть, ну... Ну, конечно, это не будут какие-то случайные люди, то есть, случайный человек на эти выборы может просто заявиться и все. Это все равно должен быть человек, который имеет какую-то историю жизни в городе, которого знают, знают его дела. Еще такие процедурные моменты. Этот человек должен, ну, если все-таки будут прямые выборы, я не знаю, вы это расписывали или нет, он должен будет пользоваться поддержкой какой-то политической партии, там, это даст ему какие-то очки или это будет как-то по-другому? Ну, выборы будут проходить по другому уже закону, это самые высокие, это закон о выборах, не помню, как точно, о выборах и референдумах, вот, там все прописаны условия. Все процедурные истории прописаны. Ладно, мы сейчас тогда, наверное, вот на этом с процедурной частью, да, поставим пока запятую или точку, не знаю, да, то есть, это мы выяснили, и теперь мы просто к обоснованию переходим. Ну, вот я, прежде чем мы начнем, да, говорить о том, какие плюсы есть в том, что мэр города выбирается горожанами напрямую, да, и несет перед ними ответственность перед каждым своим избирателем фактически, хотел бы все-таки вас спросить. Ну, вы статистику все равно по России наверняка отслеживали, да, вы видите, что в крупных городах в последние там годы, тот же Екатеринбург возьмем в пример, прямые выборы отменяются. И у нас на настоящий момент, если мне память не изменяет, порядка десяти всего областных центров, да, ну, там региональных центров, в которых эти выборы есть. Три из них, это Москва, Петербург и Севастополь, которые являются субъектами федерации и фактически выбирают не мэра, а губернатора. Вот, дальше есть Сибирский куст, так называемый, Новосибирск, по-моему, Абакан, Томск и что-то есть. Анадырь, Братск, Кемерово, Комсомольск-Намурия, Новокузнецк, Новороссийск. Кемерово, это вот четыре города рядышком, вот, и там вот Анадырь, Якутск, по-моему, да, и, по-моему, Хабаровск, если я не ошибаюсь, и все. То есть тенденция такова, что, наоборот, закручиваются гайки, убирается это все. Вы вносите этот законопроект, вы верите в то, что это реально? Мы верим, что это реально. А кое-кто не верит, кое-кто не доверяет нашим жителям, считает, что они не смогут разобраться. А ты вот, Анне, знаешь, вот эти города, да, где прямые выборы, они остались с каких-то времен, или это... Я думаю, что их не вводили, мне кажется, что эта история еще там со времен 90-х, но я могу ошибаться, конечно. То есть это не тот путь, который вот прошли, который мы сейчас пытаемся пройти, получается. В Екатеринбурге мы города всегда выбирали, насколько я помню. Ну, вот, когда отменили прямые выборы, я, насколько помню, как раз тогда Евгений Ройзман ушел, да? Да, он последний был, и потом ввели вот эту систему, как у нас в Кире. Ну, мы изучим этот вопрос, ладно, не будем отвлекаться. Хорошо. Все-таки к обоснованиям, ну, вот, Альберт Александрович говорит, мы верим, другие не верят. На первый взгляд кажется хорошо. Я, во-первых, Анна, верю в способность наших жителей грамотно разобраться и выбрать себе городоначальника. Это должен выбирать весь город, а не 10 человек, представители там 5 от губернатора и 5 от депутатского корпуса. Ну, какое же они право-то имеют решать за всех. У нас по Конституции местное самоуправление самостоятельное и независимо. Как же оно независимо, если половина идет, половина уже, то есть уже конкуренции нет в этой комиссии, да, представляет исполнительную власть субъекта, то есть нашего региона. Ну, понятно же, уже самостоятельность какая-то в усеченном составе здесь получается. Уже вы там сразу же так их обижаете. Может быть, там связаны, которые разбираются, которые сразу видят, там вот способен человек. В этом году мы видели трижды, мы видели этих специалистов, которые умышленно не приходили на заседание, срывали его. Мы же видели это все. Поэтому я не думаю, что население взяло бы и там все до единого не пришли на выборы. Пришли бы, пришли бы и выбрали себе, и сами бы отвечали. И мэр бы избранный с ними вел диалог, а не с теми назначенцами, которые ставят и просят лояльности только к нему. Цена вопроса. Подсчитывали как-то, во сколько могут такие выборы выйти? Но они же будут проходить одновременно с выборами депутатов городской думы. Затраты только на напечатание бюллетеней. Дополнительные, получается, да, с фамилиями. А в дальнейшем, собственно говоря, ну вот человек выбран главой города, да, мэром города, он же глава администрации. Его, скажем так, работа, зарплата, аппарат и прочее, это во сколько будет обходиться? Это подсчитано или нет? А изменений-то в этом не будет? Я считаю, изменений должен быть только в том, что избранный мэр все-таки будет благоразумным и сократит количество наших чиновников, которых слишком много на сегодняшний день. Я правильно понимаю, что ничего не изменится? То есть, вот условно говоря, сейчас... Альберт Бекалюк, Алексей Мальцев в нашей студии. Обсуждаем законопроект о прямых выборах мэра города, который внесен в Гордуму. И если комиссия, рабочая группа для проработки законопроекта даст свое положительное заключение, после похождения Гордумы окажется в законодательном собрании. Я просто спросила, перед перерывом, будет ли меняться что-то с финансовой точки зрения при появлении вот этой вот должности, и понимая, что ничего меняться не будет. То есть, в принципе, останется все то же самое. Будет человек, который возглавляет город, как у нас сейчас глава администрации, но, правда, не совсем возглавляет город. И будет председатель Городской думы, там и там будет работать аппарат. Зря вы так, Анна, не верите в лучшее будущее. Я все-таки верю и считаю, что изменится в сторону сокращение количества чиновников. Сокращение. Но 20 человек главных останутся все равно. Это не те затраты, которые несет наш бюджет на всех остальных. Ну, аппарат главы города, я думаю, что очевидным образом можно будет сократить. Этот вопрос можно будет поднимать. Главы города-председателя думы. Да, председателя думы. Главы думы. Которая не будет уже главой города в случае принятия этих изменений. А функционал все же как будет объединен? Что-то исключено? Или вот сейчас функции, которые выполняет председатель думы-мэр и те функции, которые выполняет сити-менеджер? Их как-то вот поштучно рассматривали? Дума – это же представительный орган. То есть это две параллельные ветви власти. Администрация – это исполнительно-распродительный орган, который занимается всей текущей хозяйственной экономической деятельности. Дума принимает нормативно-правовые акты, которые обязательны для исполнения администрации. Вот поэтому это две параллельные ветви власти на местном самоправлении. То есть это не будет так, что взяли, грубо говоря, две должности, объединили в одну, и теперь один человек объединил весь функционал? Нет. Сейчас наоборот некая путаница существует. То есть никто не понимает, кто за что отвечает. Это правда. Вроде глава администрации, он отвечает за какие-то хозяйственные вещи, а он не глава города. Ну, с точки зрения логики, это вообще-то как. А глава города не отвечает за хозяйственные функции. И у нас нету человека, ну, одного человека, с которого можно о чём-то спросить за работу какую-то. За результат. Ваш коллега, насколько я помню, Алексей Кузьмин, как-то говорит, что я должен вспоминать матерным словом одну фамилию. Да, одно фамилию, когда падает на логику. Так, ну ладно, давайте мы тогда к плюсам, вот как раз мы уже переходим к плюсам и к тому, какие там, может быть, не знаю, там, выгоды для жителей города несёт то, что вы предлагаете. Ну, кроме очевидного того, что, во-первых, у нас появится чувство вовлечённости там, да, и собственной заинтересованности, может быть, в том, кто будет управлять городом, да, возможность там прямого какого-то влияния на этого человека. Ну, я же избиратель ваш, да, давайте решайте мои проблемы. Вот, а для города очевидные проблемы. Анна, ещё к вовлечённости добавлю, я не сказал, что я верю, что наши жители не ошибутся. Вот комиссия ошибается. Как у нас получилось с предыдущими? Вы же знаете, проголосовали, сказали, лучший, большой опыт. Чем закончилось? Уголовным делом. Всё, срок опять не проработал. Все кадры в администрации опять руководящие меняются. Приезжает, уезжает вся вот эта вот командировщина, вот, ну, просто уже это, ну, жалко город. Так. Жалко город. Так, подождите, то есть вы говорите сейчас о том, что этот человек, который будет выбираться на прямых выборах, должен быть кировчанином? Или нет? Я считаю, что он должен знать наш город. Вот, понимаете, я считаю, да. Да. Но это будет прописано отдельным пунктом, или это необязательная история? Эта история необязательная, а в случае принятия данного законопроекта, это уже история с изменениями устава города. Считаю, запрещать нельзя любому участвовать, если он соответствует критериям, да. Можно. Но жители же сами могут решить. И не то, что могут, они решат сами. И безошибочно. Выбирать кировчанина или не кировчанина? И безошибочно. Вот, ещё раз говорю. Вы верите в наших жителей, Эльберт Александрович? Я верю, я знаю, что они... Владимир Владимирович Путин, между прочим, в 2004 году... Что они грамотные у нас, что они очень терпеливые. И сказал, что губернаторов выбора надо отменить, потому что они выбирают там себе непонятно кого. Но он тоже изменил свою точку зрения. Всё, мы сейчас выбираем губернаторов, президентов избираем, депутатов Госдумы, ОЗС. А главу города, главу администрации, мы почему-то назначают 10 человек у нас. Вот они как раз чаще, ещё раз повторю, они чаще ошибаются. Мы же видим за последний год. Ну, смотрите, да, если получилась ситуация, что, ну, пусть не люди ошиблись, пусть человека там развратила власть, или я не знаю, что, ну, в разные ситуации бывают, главу администрации мы можем уволить. Глава администрации не справился, губернатор сказал, ты выполнил тут на 99, а не на 100%, уходи. У нас есть правоохранительные органы? Нет, если вопрос, ну, то есть не в нарушении закона, а просто плохо работает человек, ну, вот не справляется, не тянет, устал. Как мы его назад будем отыгрывать? Ну, мы же видим, ну, вот, во-первых, в этой истории жители города никак не участвуют, да, то есть мы с вами прекрасно видели, что 10 лет у нас город возглавлял человек, о котором сейчас мы узнаём очень много всего интересного. Мне кажется, о нём и так много всего интересного знали. Ну, знали-то знали, да, но не жители, ну, очевидно же, что он, наверное, плохо работал. Дарья спрашивает, просто будут ли какие-то механизмы отзыва этого человека с поста, то есть можно ли его, прежде чем истечёт срок его полномочий, за плохую работу, ну, не уволить как-то, отозвать ещё что-то? А что сделать, да? С юридической точки зрения я сейчас не готов ответить. Это всё будет прописываться уже позже. Это будет прописываться после внесения изменений в региональное законодательство, и надо смотреть, регулируется ли этот вопрос федеральным законодательством. Ну, давайте будем откровенны. Всегда есть механизмы для того, чтобы человек добровольно покинул этот пост. Добровольно. Ну, добровольно-принедуительно, как вам нужно сказать. Всегда есть такие механизмы. Давайте помечтаем. У нас остаётся, на самом деле, не так много времени. Семь минут остаётся. Давайте помечтаем, что этот человек будет хорошим. Хорошим, толковым, да, что жители не ошибутся с выбором. Почему важно, чтобы этот человек оказался во главе города? Ну, то есть плюсы-то какие в том, что мы выбираем главу? Ну, вообще есть две системы. Это система административная, административного регулирования вот этих вот вопросов. И система, как во всём цивилизованном мире, смены руководителя на выборах. То есть если жители увидят, что очевидным образом человек не справляется, они вправе на следующих выборах человека поменять. Вот я бы привёл такую аналогию. Вот мы у нас, Центр защиты прав граждан работает, к нам очень много людей приходит с проблемами ЖКХ. И основная проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что люди не чувствуют своей ответственности за свою собственность, свое имущество. Они приходят с такими запросами, что давайте партия депутата, Альберт Александрович придёт и нам лампочку поменяет, двор отремонтирует, ещё что-то. Мы поменяли формат нашей работы, мы помогаем людям разобраться в законодательстве и грамотно составить вот эти все запросы, сделать совет дома и так далее, и так далее, и так далее. То есть чтобы люди несли свою ответственность персональную за то, что происходит вокруг них. Можно эту же историю расширить на уровень города. Ведь то же самое, это наш город, мы в нём живём, мы своими налогами наполняем бюджет города. В моём понимании, вот мне бы не хотелось, например, видеть в руководстве города людей, которые 23 миллиона тратят в условиях пандемии на оформление театральной площади. Массовые мероприятия будут запрещены. Да, массовые мероприятия запрещены. То есть люди, во-первых, провоцируют, во-вторых, у нас на 300 миллионов предписаний по детским учреждениям различных окна поменяли на 50 миллионов. В этом году за счёт депутатских средств и то говорят, что там это чуть ли не 15% от того, что нужно, а 23 миллиона на временные конструкции и лёд, которые через два месяца растают. Но у меня нет возможности прийти и проголосовать против вот этих вещей. Ну вот смотрите, да, один уровень получается гражданской некой ответственности, это пойти и выбрать человека, которого ты хочешь в кресле мэра. Второй уровень – это требовать с человека, которого ты выбрал что-то. Вот здесь вот как кировчане к этому готовы? Или возможно ли такое, что человека выбрали, и этим всё и закончилось? Ну вот смотрите, у нас же появляются сейчас некие вот сообщества, отвятский бизнес появился, ребята пытаются где-то эффективно, где-то неэффективно, но пытаются самоорганизоваться. Вот те же городские проекты, урбанисты объединяются. И это как-то всё независимо происходит от власти. Это же просто не такой вопрос, что вот мы ввели прямые выборы мэра, щёлкнули пальцами, и у нас появилось гражданское общество. Нет, это целый путь, который мы должны пройти, и мы должны способствовать этому, для того, чтобы самосознание людей, ответственность людей, чтобы воспитывалось это. А получается, что мы эти инструменты забираем и как бы говорим людям, так от вас ничего не зависит, вы сидите там, вам не нравится, вы сидите, мы вот здесь назначим, 10 человек соберётся, выберут кого-то. Что вам вообще напрягаться? Конечно, вы ни на что не влияете. Занимайтесь своими делами там. Если вот в итоге мы придём к прямым выборам, успех самой вообще, самого выбранного процесса, то есть явки на выборы, он будет зависеть исключительно от самого факта, что людям предоставили эту возможность избирать? Или здесь больше сыграет роль яркость избирательной кампании, то есть то, кто будет выдвигаться, как это всё будет происходить? Я не знаю, тот же самый элемент шоу, да, то, что мы наблюдаем на выборах в США. Да, вообще про явку. Мы никогда не жаловались на явку, во-первых, да, что наши результаты зависят как-то от явки. Они зависят, конечно, но явка, она напрямую зависит от кандидата. От кандидата, от команды, от его предложений, от того, насколько он качественно донёс свои идеи до людей, насколько эти идеи близки жителям. Да, потому что если человек идёт на выборы, вот он заявился, плакаты напечатал и пропал, ну, это очевидно, явка будет маленькая, потому что любой человек сидит и думает, ну, а с чего я туда пойду? Кто это вообще? Кто это, да, откуда? За него голосовать, если мы его не знаем. Да, вот на выборах Альберт Александрович, например, порядка 120 встреч провёл во дворах, каждый день по три встречи, Михаил Ковязин тоже самое. Вот таким образом явка зависит от кандидата, от кандидата, от его идей, от того, насколько он качественно смог их презентовать жителям. И поддерживаются ли эти его идеи? Да, и насколько они разумны. А да, ну, нужна была, ну, будет эта обязанность или на выбор, да, то есть представлять какую-то вот некую там программу избирательную, да, то есть что я хочу сделать за пять лет? Да, предполагаете ли вы дебаты, например, какие-то между кандидатами? Ну, это бы было вообще великолепно. Говорите, вы берите меня. Даже при назначении главы администрации предлагал такие дебаты. Но никто не согласился, если вы помните. Чего же им дискутировать-то? А открытая программа для того, чтобы изучить, и обязательным будет элементом выборов? Или пока тоже не должен быть? Ну, у нас по закону избирательные объединения обязаны публиковать избирательную программу в региональном издании. Это в законе прописано. И мы, идя на выборы, мы программу публикуем. Я думаю, что это будет разумно и логично. То есть когда будут определенные какие-то пункты, и люди понимают, что человек избирается на пять лет, они могут соотнести и оценить, насколько это выполнимо, насколько там это популизм, не популизм. И, собственно, принять решение, отдать свой голос. Ну, вопрос, мне кажется, тут в основном-то как раз вопрос выполнимости. Нарисовать так красивую программу можно, в принципе, любому кандидату. А вот обосновать, как ты это будешь делать, но тут уже вопрос к избирателям, насколько они будут требовать, чтобы когда человек пришел к тебе во двор и говорит, я вот сделаю вот так. Мне кажется, уже все наелись пустыми обещаниями, что мы скоро то коммунизм построим, то там каждому квартира по 100 метров, то еще что-то, то еще что-то. Все наелись, все уже понимают. Ну вот летом почему-то летом почему-то прокатило. Вроде бы все наелись, а Конституцию новую приняли. Закругляться нам пора, к сожалению, коллеги. Спасибо большое нашим гостям. Альберт Бекалюк, Алексей Мальцев в нашей студии говорили о законопроекте, о прямых выборах мэра города. Мы к этой теме будем еще неоднократно возвращаться. Спасибо, и первый час разворота на этом завершается. Спасибо. Всего доброго.